Девушки отдыхают Англии Привет, мои охотники! Да, скоро в игре появится новый заказник для охоты под названием Горы Новой Англии. На днях разрабы показали нам трейлер, в котором не так уж и много инфы, ребят. И даже сделали стрим, чтобы лучше показать нам красоты этой местности и другие новые фишки. Короче, нам с вами есть про что сегодня поговорить. Так что смотрим и не переключаем. В комментариях под стрима в разрабу можно увидеть кучу положительных эмоций игроков, которые ждут эту карту очень-очень сильно. Что вы скажете по поводу этой карты? Как вам вообще такой заказник? Напишите в комменты, ребят. Лично меня он, ну, не так-то сильно впечатлил. Возможно, я спешу, поскольку еще толком ничего мы все так увидеть не можем. Но, смотря на этот небольшой стрим, так скажем, экскурсия маленькая, то ничего особенного я так, можно сказать, и не увидел. Что по животным, ребят? По трейлеру видно, что будут лоси. Да, трейлеры нам показали только лося. Но это не удивительно. Чуть позже я расскажу, почему именно лося они засунули в трейлер. А вот уже на стриме разработчик Джакси нам показал еще немного инфы. Короче, на заказнике будет аж целых 16 видов животных, ребят. И да, большая часть это не птицы, как это было в прошлом заказнике Берег Ревантули. Горы Новой Англии дадут нам возможность охотиться на трех разных великих. И в том числе, внимание, на великого лося. Да, ребята, великий лось все-таки появится у нас в игре. Так что любители фармить великих, да будет вам счастье. Разрабы давно нам обещали этого лося. И наконец-то у них это получилось. И да, лось великий будет в пяти разных уникальных вариациях. Как сейчас и у черного медведя. Черный медведь, рыжая лисица, серая лисица, кролик, енот, койот, белохвостый олень, фазан, индейка, кряква. Возможно, какой-то другой вид рыси. Новое животное, мне кажется, будет это зеленый черок. Конечно же, лось. И вот так, ребята, это список возможных животных. Так что это не 100% инфа. Я просто хочу ввести вас в курс дела, чтобы вы хоть примерно понимали, чего ждать от этого заказника. На стриме разработчик не охотился на животных. И мы не увидели какие-то трофеи. Это была маленькая экскурсия, как я уже говорил выше. Но в скором, я думаю, мы уже увидим подробную инфу про этот заказник и про животных в целом. Поехали дальше. Скоро ребята, которые играют на консолях, будут играть с еще большим удовольствием. Итак, разрабы завозят вам целых 60 FPS. Я считаю это очень полезной функцией. Ребята, кто меня смотрит и играет на приставках, черканите в комментариях, как вам такая инфа. Помимо этих новостей с новым заказником, Джакси еще сказал про то, что другие заказники тоже пополнятся животными. Да, это тоже крутая инфа, ребята. Будем ждать подробностей. Как только я что-то узнаю, сразу вам сообщу. Поэтому подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе интересных новостей. Несколько видов получат полную переработку, ребята. Это, как сообщается на стриме, это будет рыжая лисица, белоходская олень, а также лось. И да, теперь лось будет агрессивным. Раньше они убегали от нас, а в скором времени мы будем убегать от них. Ну это здорово на самом деле. Потому что, насколько я знаю и слышал от людей-охотников, то да, лоси бывают очень агрессивными и опасными. Поэтому это круто. Будет добавлено новое оружие, новые боеприпасы в игру, ребят. Подробнее я расскажу про них в каком-то из следующих роликов. А пока что мы можем посмотреть, как они выглядят на стриме, что они собой представляют. Да, одна винтовка будет 50-го калибра. Разработчик сообщил про список исправлений всяких ошибок. Так что, ребята, список ждем. Надеюсь, этот список исправлений будет полезным для каждого из нас. Поскольку почти все, к сожалению, встречаемся с какими-то недоработками и ошибками. Ну, ждем, друзья. Вы сможете полностью настроить для себя оружие. Выбрать материал, какую-то краску, скин, который вам по душе. И все это будет доступно за внутриигровую валюту. Это еще одно крутое нововведение, которое украсит нашу игру. Вы только гляньте, как разработчик сообщил нам про эту фишку. Сколько же эмоций. Классно, когда люди кайфуют от того, что делают. Короче, ребята, это будет очень большое обновление. Разрабы прям масштабно взялись за игру. Не знаю, возможно, это Wave of the Hunter как-то ее подталкивает, делает игру круче. Но нам, обычным игрокам, это только идет на пользу. Вот так, ребята. Вот такая инфа от меня. Как всегда, поднимаю, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok